Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня со мной на связи очень необычный человек, неординарная личность, певец, музыкант, наверное, скажу так, еще общественный деятель, дорогой друг из Беларуси, Александр Патлис. Вы помните его наверняка, кто-то знает, кто-то нет, группа «Новый Иерусалим». И сегодня мы поговорим, конечно, о том, что всех нас волнует и беспокоит, особенно, когда сегодня в нашей российской прессе очень много говорят о Беларуси и о том, что там нет такой вот истерии, которая есть у нас, если можно это так назвать. Но добрый день, Александр! Добрый день, дорогой Альберт! Добрый день, россияне! Все, кто знает меня, может быть, кто-то видит впервые. Меня зовут Александр Патлис, и мне приятно быть сегодня в этом общении с вами. Я слушаю вопросы. Слушай, ну нам, конечно, очень интересно, знаешь, что происходит сейчас в Беларуси вот с этим COVID-19. Что предпринимает правительство? Мы смотрим видео, и ваш президент такой, знаете, удивительный человек, радикальный, и он не нагоняет страху, а наоборот, сказал, что трактор всех вылечит, в деревню, короче, надо. А у нас даже деревня запрещена, знаешь, люди на дачи не могут выехать. Расскажи немножко, что у вас делается и что происходит вообще с этим вирусом. Ну, вот я прямо сейчас смотрю в окно, мои соседи косят газон, подготавливаются к сезону уже весеннему. Я сегодня тоже для супруги грядочки, где подготовил, хотим зелень садить. Ну, мы обычно свое выращиваем, все. Я сегодня спокойно съездил в магазин, никаких блокпостов из полиции. Безусловно, я одел маску, выходя из магазина, я всегда стараюсь продезинфицировать руки. Соседи наши водят своих детей в школу, на секцию, куда-то на другие тренировки. Мы своего сына Леона, так как он у нас склонен к ларингиту и к заболеванию ларингитному, мы его, когда вот эта вся, в общем-то, паника и вот это все началось, движение с коронавирусом, мы с 1 марта осознанно просто перестали его водить, потому что супруга учитель, и нам присылают домашнее задание, мы занимаемся дома. По идее, вот уже дети должны были у нас пойти в школу, но неделя была добавлена каникул, и неделю плюс еще добавили каникул. Сегодня, слушая выступление нашего президента, ну, это, по всей видимости, было то ли сегодня, то ли вчерашняя запись, он озвучил информацию так, что кто может себе позволить быть на самоизоляции, на самоизоляции, то оставайтесь, конечно, дома, не рискуйте. Но если, он говорит, вы уже пошли в город, то, по крайней мере, какие-то средства защиты ради своего здоровья и здоровья окружающих все-таки используйте, чтобы потом не жаловались на то, что вот обо мне не позаботились и не подумали. На мой взгляд, достаточно такая трезвая и адекватная позиция, как главы государства, ну, то, что я сегодня услышал. Безусловно, я читаю, кроме и слушаю государственные новости, практически не слушаю, но мне было вот просто, прочитав на оппозиционных сайтах, как подали информацию о выступлении президента, мне было самому из первых уст, как говорится, уже не чье-то мнение, скажем так, пропущенное через сознание и отношение к президенту, какого-то журналиста, да, лично самому с моей супругой нам было интересно непосредственно автора послания послушать. И, конечно, расходится то, что подали, скажем так, в оппозиционные прессы, на оппозиционных сайтах, но я также допускаю, что все-таки отчасти информационные потоки блокируются, и, на мой взгляд, они все-таки контролируются государством, и государство, скорее всего, вот как во времена когда-то Советского Союза, как это произошло с Чернобыльской станцией, чтобы не было какой-то, как говорится, паники, в общем-то, на мой взгляд, все-таки новостные потоки фильтруются. Понятно. Слушай, но интересно, вот то, что мы знаем о Беларуси, что границы открыты, что фуры идут, в том числе и в Россию, да, из Европы, люди работают, никакого таких, никаких таких ограничений, ничего не вводилось, да, все это, как у вас термин, я где-то услышал, по-моему, ты мне говорил, есть термин у вас, народная изоляция, да, или как? Народный карантин. Народный карантин. Народный карантин, да. У нас есть такое понятие в стране, народный карантин, то есть медики, они сделали тоже флешмоб с плакатиками, с хэштегом, оставайтесь дома, мы работаем для вас, например, да. Вот. Понятно, что я думаю, что все-таки Беларусь не миновала вот эта, как говорится, участь, и вот эта инфекция, эта болезнь, в различных районах есть, как говорится, где-то больше всплеск, где-то меньше, из первых уст информации, наши соседи собирались ехать в апреле вот в санаторий после 20-х чисел, им путевку не аннулировали, а перенесли, то есть санаторий не пускают их. А еще такая, значит, информация, что у нас запретили делать свадьбы, у нас запрещено делать поминки после похорон, вот, отменены выступления, отменены концерты. Скажем так, нету такого вот прям жесткого карантина. Я каждое утро бегаю на зарядку, я каждый день, ну, либо раз, два, раз, три дня выезжаю в тот или иной магазин, магазины работают, торговые центры работают. Вчера с супругой мы зашли в одну из сетей, которая вот одежду продает у нас в ближайшем торговом большом центре. Ну, понятно, что нету такого наплыва покупателей, потому что люди просто, ну, самоизолировались. Люди, как говорится, включили в самозащиту. Скажи, а маски-то есть, можно купить? Аптеки работают? Аптеки работают, что там, парацетамола? Парацетамола вроде нету. Ну, мы как-то, мы, слава богу, здоровые. Вот всем своим друзьям, родным, близким, кого мы знаем, мы звоним и интересуемся и здоровьем, здоровьем людей в церкви, например, вот пасторам, которых я знаю, я интересуюсь, спрашиваю. А все говорят, что, слава богу, все живы, здоровы, что там может быть где-то там второй или третья ступень там соприкосновения вот с болезнью. Но в целом, как говорится, вот то, что я слышу по новостям, например, из Италии или еще где-то, я буквально вчера со знакомым разговаривал, он живет в Флоренции. И вот район, в котором он живет, он их район отцеплен, да. Но в их районе, как он говорит, у нас нет инфекции коронавируса. Но дальше там, говорит, насколько он имеет информацию, это все есть. Моя соседка, она имеет небольшой дом в Испании. Она там тоже сидит на изоляции. Но, насколько я знаю, что с 15 мая Польша планирует открывать границы. Сегодня я читал информацию, что Греция готовится уже в ближайшее время открывать границы. Ну и российский юб, скажем так, курорты России, они вроде бы тоже не хотят потерять вот этот сезон отпусков и будут ждать людей. Понятно, спасибо тебе большое. Скажи, ты все-таки музыкант, певец. Сложно в маске петь? Альберт, я вообще 2 апреля должен был лететь через Москву, Лос-Анджелес. И 5 числа я должен был проповедовать в Дендере, в Колорадо и петь. Концерт должен был быть у меня, у пастора Андрея Железобла. Потом я, он был пастором когда-то в Коломне, да, в Подмосковье. Потом я должен был несколько дней преподавать на библейских занятиях. А потом у меня Сан-Диего, ну, я никуда не улетел. Билеты, как говорится, говорят в действии, в силе, как только откроются границы. Я пою дома сейчас, просто включаю фонограмму. И вот в эти предпасхальные дни, я вот в воскресенье, кто отмечал Пасху, скажем так, как вот у нас католика много, по европейской вот этой дате отмечают, скажем так, 12 апреля кто отмечал. Я записал прямо дома на кухне песню «Распятая любовь». Вот, сегодня я исполнил песню «Синее небо» и 2 200 в Инстаграме просмотров. Вот, завтра я планирую выложить песню «Домашняя». В четверг я хочу такую прям предпасхальную песню. О, если б знал Иерусалим, то мир его хранит. Я хочу поехать, я живу тут, у меня недалеко большое поле, несколько озер, либо в ближайший лес. Хочу поехать, взять с собой бумбокс, включить фонограмму, поставить планшет и где-то спеть на природе эту песню и в четверг выложить. Ну, в воскресенье буду петь «Где твои крылья? Небо открыл я». Вот, и поздравлю всех своих друзей с вот этой песней, с праздником Пасхи. В маске у меня даже, в маске у меня даже очки запотевают. Я сегодня ходил по магазину, я первый день сегодня одел маску, чтобы пойти в магазин, да, я обычно без маски ходил. Но всегда мыл руки, все, дезинфицировал, вот. Но у меня в маске очки запотевают, я лимоны не могу выбрать, потому что они запотевают. Мне приходится снимать ее. Вот. Слушай, у меня другой вопрос к тебе. Смотри, сегодня большая проблема, когда люди вот у нас, по крайней мере, оказались дома и не готовы к семейным отношениям. То на работе друг друга не видят, а тут и жена, и дети, и все. Ты певец, музыкант, отец. Скажи, тяжело быть отцом вот целый день дома? Вообще ни капли не тяжело, потому что у меня старшая дочь замужем. С Леоном мы настолько привязаны друг к другу. Вот сейчас началась весна, и я сегодня там на улице немного работал. Первое, что он кричит, когда просыпается, папа, ты сегодня идешь работать на улице? Я говорю, да. И он ждет, чтобы мы пошли морилкой такой, с пропиткой, с воском, садовую мебель подкрасили на этот сезон. Он там хочет копать. Он прыгает во дворе на батуте. Он сегодня приручал кота. У нас тут как бы собака-лабрадор в доме живет. А пять котов, которых супруга подкармливает, они живут около улицы, у них большая собачья будка, и в ней живут пять котов, которых мы в дом не пускаем. Вот Леон с ним и нянчится. Мы с ним катаемся на великах, мы с ним ходим пешком, мы с ним общаемся, мы с ним делаем уроки. Он занимается литературой. Он, значит, на улице у меня экспандеры, я вынесу, если время позволяет. Две гири по 16 килограмм, 8 килограммовые. Я сделал доску такую, чтобы грудь прокачивать. Он у нас занимается легкой атлетикой, плаванием, и театральной студии учится. Но вот уже с 1 марта никуда не ходит. Но мы с ним одеваемся и пару километров вот там, где мы живем, либо быстрым шагом, либо пробежечку делаем. Вообще мне не тяжело, потому что в силу своей профессии мне часто приходится покидать дом. И поэтому мне не достает того, что вот я получаю удовольствие находиться дома. Я встаю рано. Я встаю в 5 утра, и я пью кофе, и у меня есть где-то час почитать, поразмышлять. Потом я прогуливаю собаку, прогуливаюсь с собакой, потом бегу на зарядку, на пробежку. И у меня тоже такое мое время, когда то, что я прочитал, я могу во время бега продумать, подумать об этом. Поэтому для меня счастье находиться дома. Может быть, просто мы как-то любим друг друга. И мы привыкли к разлуке. И поэтому для нас... Моя жена ожидала, что я второго должен улететь на три недели в Америку. Конечно, то, что я сейчас сам как бы сижу без работы, без выступлений, без служений, это усложняет все. Но радует то, что я рядом с ней. Слушай, такой вопрос. Вот немножко твоих творческих планов. Я знаю, ты в Белоруссии очень известный человек. Ты входишь в разные проекты, конкурсы, телевизионные. Что-то намечается в ближайшее время, в ближайшие дни? Какие-то твои планы, что-то? Где-то тебя снимали? 18 числа будет на Первом национальном телеканале публицистическая программа с нашим ведущим, наш белорусский известный актер, заслуженный артист Республики Беларусь. Он как ведущий. У меня будет программа называться «Смысл жизни». И вот суть вот этой программы, ее специально сделали за день до Пасхи, потому что на Пасху будет наш филарет, Минский и Слуцкий выступать и поздравлять страну православных христиан, будет поздравлять с праздником Пасхи. И я был удивлен, потому что программу сделали о том, что они даже принесли на программу Библию и изучили информацию обо мне и просто спросили, как я, будучи рок-музыкантом, пришел к Богу. Что на меня повлияло? Задавали вопрос, где я питаюсь и где нахожу источники для песен, для творчества. Поднимали вопрос о конфликте и разрыве с группой «Новый Русалим». Потом коснулись, что мы снова вместе выступаем с ребятами. Вот сейчас у нас в Беларуси есть общественная организация «Совет отцов». Мой хороший друг Саша Величко возглавляет ее. Вот мне предложили войти в эту организацию и мы сейчас, в общем-то, вот с коллегами, с отцами, которые в этой организации общественной присутствуют, мы вот эту тему отцовства, что отцы должны непосредственно участвовать в воспитании детей, мы эту тему тоже продвигаем. И вот на этой неделе выходит «Республиканская газета», тоже с большим интервью, о том, как я воспитываю своих детей и, в частности, как я воспитываю сына Леона. Ну, потому что многие знают, что Леон у нас усыновленный. Вот, он вчера по улице гулял и обнимал нас и говорит, у нас такая хорошая семья. Как хорошо, что ангелы вам подарили меня. Я говорю, да, ангелы нам дали тебя. И я, знаешь, а мы-то его готовим к тому, чтобы сказать, что он усыновленный. И я ему говорю, как ты думаешь, где мы тебя нашли, в капусте или аист принес? Он говорит, ну, я знаю, в детском доме. Я говорю, да, сынок. Ну, и потом быстро он раз тему поменял, но вот мы с ним об этом говорим. Но он такой счастливый. Я не знаю, но мне кажется, Леон от этого карантина самый счастливый. Ему не хватает детей, потому что он в школу ходит не учиться. Он в школу входит балдеть с пацанами. У них там 14 мальчиков и несколько девочек в классе. А учимся мы в основном дома. В школу он ходит у нас, как учительница говорит, он у вас бульона. Мы говорим, конечно, потому что мне 50, жене 50, ему с нами не очень интересно. Вот. Но какие-то вещи мы все-таки делаем вместе с ним. Понятно. Скажи немножко, что в церквях? Как ситуация, как люди, как пастыря? Много перешли на онлайн? Или есть кто собирается? Запретов нет? Ничего такого? Скажи нам. Ну, вот я недавно встретил Андрея Фроликина. Я говорю, Андрей, он служитель церкви Слово Веры. Жанна Ивановна Сакович, как старший пастор. Вот. Я говорю, Андрей, скажи, брат, как у вас? Он говорит, ну вот у нас было последнее служение, даже воскресенье было. Либо прошлое было как обычное собрание, но людей было немного. И мы тоже переходим в формат онлайн. Наша церковь, которую я посещаю, Свет Надежды, у нас уже несколько собраний онлайн проходило. И вот у нас воскресенье будет Пасха, и я с командой Прославления буду участвовать в Прославлении. Вот. Сейчас готовим программу. У нас будет репетиция в пятницу. Я поеду в церковь на репетицию. Но именно все Прославление и все Богослужение будет онлайн. Вот. Скажи, а... Поэтому в основном... Скажи, как у католиков дела обстоят, как у православных, мусульманских общинок? Что-то слышно? Что-то ты знаешь? Насколько я читаю информацию, и православная церковь, и наш архиепископ, по-моему, католической церкви Кондрусевич, он призвал всех прихожан оставаться дома, что они смогут службу посмотреть по телевидению, будет трансляция онлайн. Но, скажем так, на вербное воскресенье у церкви было очень, все равно очень много людей. Причем в большинстве своем без всяких средств защиты. Ну, видимо, верят в благодать сильную. Поэтому... Поэтому... Ну, как... У меня на соседней улице хорошие очень мои друзья живут. Они посещают ближайший православный храм. Вот у нас тут в поселке Тарасово есть. Вот. И я спросил, как у вас? Александр его зовут. Ему уже так в районе 60-ти. Я говорю, Александр, ну вы как под пост держите? Да, говорит, пост держу. Все. Из года в год я знаю, это он делает. И я говорю, а у вас как служба проходит? Он говорит, да. В воскресенье мы с ним встретились. Его с супругой гуляли по улице. Встретились, вместе прошлись. И он говорит, да, у нас идет служба в обычном режиме. Я был сегодня на службе в храме. То есть в Белоруссии чем хорошо, ну что как бы нету вот такой как бы медийной паники, да. Понятно, что болезнь присутствует, но как бы люди держат все-таки так рассудок и мозг холодным. Кто переживает, тот ему, кто может себе позволить, да. Вот сегодня ИПАМ у нас есть такая большая айтишная компания. Они сегодня в оплачиваемый отпуск попросили всех своих айтишников пойти вчера. Кто может работать дистанционно, чтобы не приезжали в главный офис. Моя знакомая, которая мне помогает немножко, она работает в большой... Ну и у нас есть компания «Партизан Продакшн». Они занимаются рекламой, съемкой, съемками видеоклипов. Один из крупных, наверное, таких производителей в этой индустрии. А офис у них тоже работает дистанционно. Вот. Но понятно, что есть предприятия, на которые люди ходят на работу. Ну нельзя дистанционно работать, да. Электрик тоже не может дистанционно кому-то электричество разводить по дому. Слушай, вот пандемия, да, вот этого вируса здесь в России обнажила очень много проблем у нас в медицине. Закрывались год за годом больницы. И очень много информации сейчас, что в Белоруссии ваш президент каким-то чудом или политикой своей, он сохранил и больницы, и врачей. И не только сохранил, но и развивал как раз вот систему здравоохранения. У вас говорят, ну как мы слышим. Пару месяцев назад я был в Могилеве. Вот. И мы посещали тоже одного нашего диакона там в церкви. Он заболел раком. Я видел больницы, новые больницы. Я был вот в онкоцентре в этом, в Новом Могилеве. Конечно, оно впечатлило. Что ты скажешь по этому поводу? Действительно у вас вот такое сильное здравоохранение осталось или как? На самом деле в медицину вкладываются финансы. У меня друг есть, ортопед, доцент. Я бываю периодически, когда нужна консультация или необходимо сделать снимок сустава, я обращаюсь к нему за помощью, за консультацией. Буквально три месяца назад моя родная тетя, она пережила инсульт. И ее положили в Минскую районную больницу нашу. Я три года был в этой больнице. Три года назад был в приемном покое. У Леона был приступ ларингита. И мы ночью приехали туда, не вызывая скорую. Просто взял его в машину, приехал туда, чтобы ему сделали гормональный укол, вбить приступ. Ему помогли, да. Но я остался не под лучшим впечатлением от этой районной больницы, да. Но когда моя тетя попала с инсультом в районную больницу, и я приехал, оказалось, что построили целый большой комплекс рядом с современным оборудованием. Я навещал ее, и она лежала, она и еще одна женщина с ней в палате были. Двоем они были в одной палате. Скажем так, я живу в поселке за городом. У нас здесь нет поликлиники, у нас амбулатория, например, да. Но у нас в амбулатории даже мы не можем и пальцы, кровь сдать ребенку, еще какие-то анализы там сделать, да. Потому что амбулатория. Хотелось бы, скажем так, чтобы вот там, где я живу, больше вкладывались. Но с другой стороны, вот буквально с другой стороны железной дороги президент построил большой медицинский центр. И там можно за деньги, конечно, пройти все. Но на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки, если говорить о том, как в России, я не говорю о Москве, да. Я говорю непосредственно о России, да. Которая за Москвой находится, там Сибирь, какие-то другие города такие, не областные, скажем так, не градообразующие, не крупные города. Да. Наверняка там большие-большие сложности. Но в Белоруссии, даже в областных и районных городах, все-таки медицина на достаточно неплохом уровне. Но, опять же, статистика говорит, что очень много наших врачей, они уезжают в Европу, в Вильнюс, и в Польшу, и в Литву. Потому что, ну, поляки дают практически 1200-1500 евро зарплату более-менее хорошему специалисту. И, понятно, у нас специалисты уезжают. Как бы не хотелось, но мы понимаем, что сегодня экономика, она очень многим управляет. Ну, это, конечно, это понятно. Слушай, наш эфир подходит к концу, наверное, у нас сейчас закончится время нашего соединения. Слушай, необычная просьба, а спеть не хочешь ничего? Что мы можем сделать, как порекламировать немножко? Ты уже сказал о своих выступлениях. Какой твой канал, чтобы тебя увидели, услышали? В Инстаграме Alex Patliss. Завтра в 19.00 я хочу выйти в прямой эфир с моей супругой. 22 июня будет ровно 30 лет, как мы познакомились. И я встретил ее впервые на одном из концертов в армии. Она была воспитателем, а я пел в пенерском лагере. Вот, 30 лет будет. И она очень редко дает интервью. Она не публичный человек. Она считает, что счастье, как и деньги, они любят тишину. Вот. И вот завтра в 19.00 мы будем с ней в прямом эфире в Инстаграме. Ну, а спеть? Ну, наверное, давайте спою фрагмент самой такой узнаваемой песни группы «Новый Русалин». Давай, любовь, свою любовь в ладонях нести. Она одна, однажды нас сумеет спасти. Спасибо. Да, ну вот так. Спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо еще. Спасибо, Эльберт, вам. Спасибо. Дорогие друзья, с вами был я, епископ Альберт Раткин. И такой интересный, необычный гость из Беларуси. Певец, музыкант, автор и исполнитель. Скажу, общественный деятель, который кому-то известен, кому-то нет. Александр Патлис. Благослови Господь. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал «Взгляд с небесный». До встречи, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok